Для чего нужен тонометр? Раньше все пользовались только механическими устройствами. Этот медицинский прибор измеряет кровяное давление и частоту сердечных сокращений. Тонометр используется в учреждениях здравоохранения и дома. Он необходим для контроля состояния сосудов и сердца. Регулярный мониторинг и поддержка нормального артериального давления — это способ предотвратить инсульт, инфаркт, слепоту, почечную недостаточность. Если у человека слишком высокое слэш-низкое слэш-нестабильное кровяное давление, это говорит о сбоях в организме или развитии серьёзной болезни. Виды тонометров. Раньше все пользовались только механическими устройствами. Такие тонометры состоят из манжеты, манометра, нагнетателя воздуха и стетоскопа. Человек, измеряющий давление, сам определяет его показатели, слушая удары в наушниках. Преимущество механики — она не зависит от батареек и электричества. Но нужно научиться пользоваться таким прибором, и неудобно мерить давление самому себе. В продаже есть ещё и такие тонометры. Полуавтоматические. Состоят из груши, манжеты и дисплея. Воздух накачивается вручную, а замеры проводятся самим устройством и выводятся на экран. Эти приборы популярны среди покупателей благодаря низкой цене и простоте использования. Автоматические. Состоят из манжеты и корпуса, оснащённого экраном и электронным механизмом. От пользователя требуется только надеть на руку манжету, можно даже в одежде, нажать на кнопку и подождать результат измерения. Устройство само нагнетает воздух и определяет давление и пульс. Автоматические тонометры дороже других видов приборов, но и преимуществ у них больше. На точность не влияет человеческий фактор, а чтобы использовать устройство, не нужны специальные навыки. Кому необходим тонометр? Желательно, чтобы прибор был в каждом доме. Регулярное измерение давления у людей от 25 лет даёт возможность выявить сердечно-сосудистое. Заболевание ещё до того, как появились его явные признаки. Особенно важно следить за давлением таким категориям населения. С наследственной предрасположенностью к сердечным заболеваниям. С ожирением. С неправильным питанием. С пристрастием к алкоголю, курению. Ведущим малоподвижный образ жизни. Если человеку уже установлен диагноз, или его возраст достиг 55-60 лет, наличие тонометра – это не пожелание, а необходимость. Помните, что постоянный мониторинг кровяного давления в домашних условиях спасает в некоторых случаях может спасти жизнь. Присоединяйтесь к сообществу. Будьте первыми, кто узнает, когда мы публикуем новый контент. Ваша поддержка поможет нам создавать ещё более классный контент. Нажмите на кнопку подписки, поставьте лайк этому видео и оставьте полезный комментарий. Ваша поддержка значит для нас многое. Удачного дня!